Вы смотрите канал Китай Покупай Если вам понравится данная подборка, отблагодарите лайком. Также не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные подборки. Ну что ж, присаживайтесь поудобней, мы начинаем. Начинает нашу подборку блокиратор парковочного места, с автоматическим распознаванием и дистанционным управлением. Позволяет опускать и поднимать блокировочный рычаг с помощью встроенного двигателя, не выходя из машины. Управление происходит с помощью небольшого брелка, а также благодаря новой функции автоматического распознавания радиочастотной метки в салоне автомобиля. По сравнению с традиционными замками для парковки, данный вариант не нуждается в ручном открытии и закрытии, что делает парковку более быстрой и комфортной. Выполнен замок из металла. Дальность управления – до 20 метров, высота в разложенном состоянии – 420 мм, питается от 4 батареек. Беспроводная автомобильная сигнализация Иногда за установку сигнализации приходится платить больше, чем стоит сама охранная система. Но только не в этом случае. Для установки не нужно производить врезку в проводку автомобиля. Сигнализация поддерживает беспроводное подключение. Автономность устройству обеспечивает аккумулятор, емкости которого хватает на месяц работы без подзарядки. Это лучшее дополнение для центрального замка автомобиля. Охранная система включает несколько датчиков, чувствительность которых можно регулировать. Сигнализация двусторонняя, о всех посягательствах на авто оповещает владельцы через брелок. Сирена достаточно громкая. Заявлена дальность приема сигнала – 1000 метров. Устанавливать антенну лучше повыше, для этого хорошо подходит солнцезащитный козырек. Автомобильный стробоскоп для зажигания. С его помощью вы сможете регулярно проверять начальную установку момента зажигания, а также проверять центробежный вакуумный регулятор на предмет неисправности и повреждений. Для проверки момента зажигания необходимо запустить двигатель на холостых оборотах, предварительно расставив метки. Вращающийся двигатель освещается с помощью стробоскопического прибора в области проставленных меток. Одна метка обычно устанавливается на коленчатом вале, шкиве привода или маховике, а другая – на корпусе двигателя. Вспышки стробоскопа случаются параллельно с моментом искрообразования в запальной свече цилиндра. Вспышки должны освещать обе метки, которые должны быть хорошо различимы, в идеале метки должны быть расположены друг напротив друга, что сделает угол опережения зажигания оптимальным, а работу системы – правильной. Но если одна метка будет смещена по отношению к другой, то необходимо отрегулировать прерывательно-распределительный механизм до того момента, пока метки не совпадут. Защитные накладки на колесные арки. Они не только защитят наиболее уязвимые части авто, сильнее всего страдающие от грязи, ржавчины и от летающих во время езды камней. Они еще и придадут эстетике внешнему виду вашей ласточки. Со временем на поверхности колесных арок, особенно на кромках, быстро появляются царапины, сколы, а также коррозия. Защитные накладки значительно замедлят этот процесс. В комплекте идут 4 полоски длиной по полтора метра, и шириной 3,5 см. Их хватит на обработку всего авто. Протекторы имеют качественную клеящую основу. Если вам потребуется снять молдинг, можете быть спокойны, что лента не снимется вместе с краской и не оставит после себя жуткие следы. Перед началом поклейки вымойте место обработки и протрите насухо. Советую потратиться на усилитель адгезии, который позволит зафиксировать протекторы максимально надежно. Обработайте им поверхность, после чего приступайте к поклейке защитных накладок. Достаточно просто хорошо их прижимать к поверхности. Излишек просто обрежьте. Если припекло наклеить молдинг в сильный мороз, используйте фен для нагрева ленты, иначе она может отказаться клеиться. Автомобильный увлажнитель воздуха от одного из самых известных производителей на Алиэкспресс. Освежитель работает от сети через USB кабель и от прикуривателя. Устройство изготовлено из пластика, и весит около 100 грамм, внутри находится хлопковый фильтр, который можно пропитать парфюмом или эфирным маслом. Чтобы увлажнить воздух, достаточно налить в резервуар чистую воду. После включения прибора, жидкость начинает распыляться, наполняя авто приятным ароматом. Имеется два режима работы, постоянное увлажнение и с интервалом. Также предусмотрена функция автоматического отключения после двух часов непрерывной работы. Внутрь резервуара помещается 50 мл жидкости. В комплект входит руководство пользователей и запасные фильтры. Продолжает нашу подборку ручной автомобильный пылесос для сухой уборки. Работает от бортовой сети 12 вольт и снабжен удобным кабелем длиной 3,5 м. Качество уборки гарантирует достаточную мощность всасывания в 4 кило паскаля, и трехступенчатая фильтрация, продлевающая срок службы устройства. Стандартно пылесос укомплектован щелевой насадкой для очистки труднодоступных мест. Дополнительно в комплект входит шланг, и щетка для сидений и пола. Пылесос работает без пылесборника, пыль и прочие загрязнения скапливаются в специальном резервуаре. А еще в пылесос встроен компрессор для шин, таким образом вы сможете не только очистить салон от пыли, но и проверить давление и подкачать шины, сохранив при этом место в багажнике автомобиля. Комплект подогрева зеркал на легковой автомобиль В холодный сезон самое время позаботиться о подогреве боковых зеркал, если он не предусмотрен производителем. И вы забудете о такой рутинной и грязной работе, как соскабливание измороси или протирание зеркал. Комплекты могут быть установлены на любые типы автомобилей. Монтировать их довольно легко, самое сложное — пропустить провод питания через двери. Нагревательные элементы на клейкой основе — размерами 15 на 12 сантиметров. Если зеркало меньшего размера, то элементы можно обрезать ножницами. Мощность подогрева составляет 26 Вт, время прогрева обычно 3-5 минут в зависимости от температуры окружающего воздуха и погодных условий. Отзывы на данный товар только положительные. Цена комплекта — 600 рублей. Следующий товар для людей, которые любят, чтобы в салоне автомобиля всегда было чисто. Это мусорный мешок с подсветкой. Когда вы путешествуете на автомобиле или ваш рабочий день проходит в разъездах по городу, в салоне машины обязательно появится какой-либо мусор. Это может быть стаканчик от кофе, бумажка от шоколадки или использованные салфетки. А если с вами едут маленькие детки, то мусора может быть целая гора. Чтобы весь этот хлам не валялся по авто, можете приобрести себе удобный мусорный мешок. Он закрепляется на спинку водительского сидения, а внутрь вы размещаете обычный целлофановый кулек. А еще небольшой особенностью такой мусорки является подсветка, чтоб не промахиваться в темноте. Хороший девайс для аккуратных и чистоплотных людей. Профессиональная эксцентриковая двухходовая полировальная машинка, с основой на 125 мм и ходом эксцентрика 15 мм. Позволяет быстро и эффективно полировать лакокрасочное покрытие без образования так называемых голограмм. Обладает пониженной вибрацией, что снижает утомляемость при длительной работе. Машинка оснащена системой контроля и поддержания заданной скорости работы. Потребляемая мощность в штатном режиме 500 Вт. Для повышения безопасности в систему встроена функция плавного старта. В комплекте есть все необходимое и даже больше. Стандартно, сама машинка, съемная рукоять, запасной комплект щеток, набор из запасных болтов и ключик. Также в комплекте три вида насадок разной жесткости, две тряпочки из микрофибры приличного качества, и варежка из искусственного меха. Реле на 12 Вольт с пультом управления. С помощью данного прибора вы дистанционно сможете открывать двери, ворота, шлагбаумы, жалюзи, а также управлять освещением и так далее. В автомобиле такое реле можно использовать в качестве противоугонной системы. Просто устанавливаем его, скажем в разрыв питания топливного насоса, и никто никогда не догадается, почему машина не заводится. Также можно установить реле для отключения любого другого узла авто. Здесь, как говорится, на что хватит вашей фантазии. Радиус действия пульта не менее 10 метров. Цена данного прибора, около 300 рублей, включая доставку. Беспроводная Wi-Fi камера заднего вида. Данные камеры успешно применяются во многих сферах, от банального видеонаблюдения, до установки на спецтехнику, краны, мусоровозы, грузовые автомобили, инкассаторские автомобили, погрузчики, внедорожники и так далее. Камера имеет средние габариты, качественный корпус и многофункциональное крепление с козырьком. Диодная подсветка позволяет осветить область на расстоянии до 5 метров. Для ее монтажа не нужно сверлить отверстие под прокладку кабеля. К тому же для нее не нужен специальный монитор или мультимедийная система. Это камера со встроенным беспроводным передатчиком, который по Wi-Fi передает данные в специальные приложения на подключенном смартфоне. Дальность сигнала достигает 30 метров. Также в описании я оставлю ссылку на беспроводной передатчик с камерой для легковых автомобилей. Декоративные накладки на автомобильные петли замков. Предназначено украсить и дополнить экстерьер вашего автомобиля, закрыв крепление замков, торчащих из стойки кузовной части. Монтируются в штатные места при помощи двустороннего скотча, который проклеен с обратной стороны детали. В описании я оставлю ссылочку на магазин, где вы сможете подобрать накладки на любой вкус и абсолютно любую марку автомобиля, будь то импортного или отечественного производства. Комплект стяжек для снятия пружин со стойка амортизатора. Этот инструмент широко применяется в автомобильных мастерских, а также среди автолюбителей, которые ремонтируют или проводят профилактические работы автомобиля собственноручно в домашних условиях. Приспособление представляет собой литой корпус, на который крепятся два захвата с левой и правой резьбой. Болт с трапециедальной резьбой приводится в действие головкой 22-го размера. Для демонтажа пружины необходима пара стяжек, поэтому в комплекте их именно две. Стяжки необходимо располагать друг напротив друга. Чтобы не допустить перекоса пружин, сжимать их необходимо равномерно, по очередным проворачиваниям винтов на одинаковое число оборотов. Видеорегистратор с навигатором и четырьмя камерами, для полного обзора вокруг вашего автомобиля. Основная, то есть фронтальная камера, вмонтирована в сам видеорегистратор. Камера заднего вида с линиями парковки автоматически включается на мониторе, как только вы начинаете сдавать задним ходом. Также две камеры монтируются в зеркала заднего вида, и фиксируют все, что происходит по бокам автомобиля, исключая попадания в слепые зоны. Вы можете кроме стандартных карт самостоятельно загрузить с Play Market и любые карты, которые вас больше всего устраивают. Также навигатор может выполнять функцию трансмитера, то есть транслировать музыку с вашего смартфона по Bluetooth соединению. А еще он может раздавать беспроводной интернет по Wi-Fi, если в него вставить 4G SIM-карту. Ну и функция громкой связи тоже присутствует. И завершает нашу подборку пробка слива масла картера с магнитом. Это не только красивый элемент тюнинга, но и очень полезная деталь для двигателя автомобиля. Мощный неодимовый магнит, встроенный в болт слива масла будет собирать всю металлическую стружку и мусор на дне картера, которые образовались от выработки деталей в двигателе, тем самым препятствуя ее повторному попаданию в важные узлы мотора. При каждой замене масла, выкручивая сливную пробку, ее нужно очистить от стружки и затем снова закрутить на место. Данная штука не стоит больших денег, но играет небольшую роль для уменьшения износа двигателя. Уж по крайней мере хуже от этого точно не будет. Друзья, если вам понравился какой-либо товар из этой подборки, жмите лайк, а заказать любую из этих штук вы можете по ссылке в описании. Подписывайтесь на канал Китай Покупай, до встречи в следующем видео.